Ой, какая же красота! У меня муж утречком перед тем, как уехать, так, кто там пишет, поставил хлебушка и, ну, приятно чувствовать заботу о себе и о всей семье, о детях в конце концов, поэтому сегодня мы будем с вкусным, пышным, беленьким хлебцом. У меня тут сестра все пишет, почему мы гораем с ней, как обычно. Здесь мука, чтобы вы понимали, что это муж все-таки ставил хлеб, да, потом за ним я все выдраиваю, вычищаю, вымываю. Девочки, чтобы вы не думали, что на ютюбе все так шоколадно, все так суперсказочно, смотрите, с утра сегодня проснулась и ролик все пошло не так, ну, где вот Василек, я вам показываю ролик со снятой монетой. В общем, почему, за что, когда, зачем, точная причина не указана, и такое у ютюба случается с завидной регулярностью, с завидной периодичностью, все, как бы, ролик есть, но доходы от него я не получаю. Буквально все хлебушек испекся, сейчас посмотрим. У меня почему-то хлеб не получается, вот поэтому я, ну, так сладко намекнула вечером мужу, что, типа, ну, дорогой, мы остаемся без хлеба. Короче, смотрите, ванна для многодетной семьи. Вот этот ролик я тут показывала от Гринвейку, какие новинки. Смотрите, вот такой значок, то есть не планета, а замок. Монетизация на этом ролике есть. Короче, входим в этот ролик. Может быть, я не знаю, в чем причина, не знаю. Хотела предположить, но поняла сейчас, что нет аргументов в этом предположении. Смотрите, да, доход по нулям, хотя монета включена, ладно. И я, допустим, хочу открыть к просмотру, да, вот так вот, смотрите, тут ограниченный доступ. И все. Открытый доступ не выбирается, доступ по ссылке не выбирается, отложены публикации. Только для спонсоров ничего сделать нельзя, короче. Писала в поддержку, но написала, наверное, раза 3-4, но ни ответа, ни привет. Обещают разобраться. И этот ролик у нас от какой даты, какое число было. Но это было летом, это точно. В общем-то, как-то так. Вот так и живем. Алиночка, эх, чего ты нашла такого вкусненького, как угрозные палочки, мальчиковские. Обалдеть, не встать. Алин, ты прямо делаешь весь мой контент на двух каналах, по-любому. Ну, что на улице, давайте посмотрим. А на улице у нас снегопад. Не знаю, видно или нет, нужно будет яркость, конечно, фотоаппарата убавить. Но безветренная погода, у нас конец марта, и все равно нас заметает. Сейчас, сейчас, сейчас вытащу. Не скрипи, не пищи, хлебопечка. Но Алиночку все-таки на улице сейчас возьму. Пошлите посмотрим хлеб. Нет, ну вы только посмотрите на эту буханку. Она даже выпирает из своей формы. У меня получаются всегда такие тощие худышки, какие-то непрожаренные. Но это, в общем, все в меня, наверное, на меня похожи. Так, так. Ай, ой, ой. Так, хлеб. О, боже мой. Вот это да. Прям можно хлебом мыть и торговать. Ну, как бы, вопросы по хлебу есть? Нет, вопросов по хлебушку нет. Как вам показать? Обожгусь, но покажу, смотрите. Такой, прям такой, вот такой. И вот здесь вот он такой хрустящий. Сейчас хочу, чтобы вы услышали вот эти звуки. Конечно, не услышите. Слышите? Ох, сейчас как с кофейком. Просто хлебушка, просто мякоть. Ням-ням. И еще я мужу мягко намекаю на то, чтобы он привел в порядок мою вот эту вот часть рабочую. Я сейчас очень часто монтирую видео, использую для этого штативы, зарядники. И ноутбук у меня, да, мой макбук тут стоит. Ты не сварился, малыш? Ну, в общем, мне нужно всегда много техники. Видите, там наушники. И я хочу, чтобы у меня было все красиво организовано. Я вчера так, можно, намекала. Может быть, там чего-то как-то, может быть, в фикси купить какой-то контейнер. Как бы, девочки, что скажете? У меня для моей вот этой аппаратуры есть местечко в моем шкафу. Но шкаф находится в другой комнате. Там как бы частенько спят дети. Мне неудобно туда ходить. Мне нужно, чтобы все было под рукой. Поэтому все складирую вот сюда. Видите, тут и хлебопечка, и микроволновка, и макбук дорогущий. И чего-то только нет. Короче, не нравится мне вся эта история. Муж просто покивал пока головой. Но я буду держать вас в курсе. Даже зарядник от телефона, Алиночка-малиночка, всегда тут, да, как бы, ягода. Ягодка. Так, диван показывать не буду, потому что его нужно отмывать. А я смотрю канал Galaxy. Видите, ошибка при воспроизведении. Но росте легко, ё-моё. Всем огромнейший-огромнейший привет. У нас сегодня влог No Makeup. Вот в планах абсолютно ничего не было снимать. Хотя, ну, я так подумала с утра встала, да что такое. Я сегодня просто на разрыв, на расхват. Буду готовить у меня мальчики в садиках. И, ну, буду готовить, может быть, там какие-то наброски. И то, вообще, у меня сегодня такой день релакс, с Алиночкой, обнимашки, цаповашки, пачки. С утра пораньше, кстати, в пачах можно выйти покулять, нет? Хуже-то не будет, да. Я думаю, пачи у меня вот такие вот с болгарской розой, с Айхёрп, хеймишевские, как я их называю. С потрясающим, прекрасным, шикарным ароматом розы, ненавязчивым ароматом алин. Тоже в подушке, пожалуйста. Ты что, хочешь прилечь? Прилечь хочешь? И по поводу Айхёрп, девочки. Я снимала уже информацию на второй канал, но снимаю и тут ещё. До завтрашнего дня Айхёрп предоставляет скидку весеннюю, 15% на весь ассортимент, представляете? Но, введя сначала, это небольшой такой секретик, да, блогерский. Введя сначала в поле промокоды мой промокод APM7563, а потом следом, потому что промокоды суммируются, введя SPRING21, вы получите невероятно максимальную скидку на ваш заказ, даже более 20%. Поэтому дерзайте, небольшой для вас секретик. Вот такие патчи можно заказать. Так, они где-то тысячу стоят, можно заказать рублей за 720, как делала я в своё время. В общем, мне нравятся эти патчи, во-первых, тем, что они не чёрные, потому что, ну, чёрные патчи мы и так не ахти по утрам, да. И плюс ещё дети нас видят, потому что, ну, не знаю, пока я вот не дозрела до чёрных патчей, там, мужа, чтобы пугать, хотя у него, наверное, уже ничем не напугаешь, я всё хочу открыть упаковочку. В общем, смотрите, ну, это оригинальные корейские патчи. Я натыкаюсь в социальных сетях на то, что на Валберес продаётся поддельная корейская косметика. Ну, я не удивлюсь, девчонки, сейчас кризис, кризис у всех, во всём, и в головах многих людей тоже кризис. Так, ну, ты откроешься или нет всё-таки образцов, показательные видео, ё-моё, смотрите, пользуюсь регулярно. Ну, обычные такие гидрогелевые патчики, и урвать их по скидочке для того, чтобы освежиться с утра, это то, что доктор прописал. У меня были и золотистые патчи, я вам ссылочки оставлю на все те патчи, которые мне очень сильно понравились, хотя, ну, что тут говорить, сахерпы у меня были, патчи с золотом, аппетитфи были, и вот эти. И я вот прям по очереди их оставлю, которые мне понравились больше всего. Мне кажется, не только я, но и многие девушки и мужчины привыкли к патчам, как к уходовому такому средству, да, всё равно вот что-то в них есть, как-то они, во-первых, охлаждают, освежают, они снимают отёчность, снимают припухлость. Ну, с той зоны, куда я их накладываю, что, потому что кто-то накладывает патчи на закупки, кто-то их накладывает куда? На лоб, да, кто-то на шею даже налепляет, что-то там размягчает. Ой, столько сейчас химичат с этими патчами, я тут как-то глянула тикток и просто обалдела. Я поняла, что я там ничего больше смотреть не буду, и так своей фантазии предостаточно. Патчи в особенности нужны женщинам постарше, чем ты старше, тем действеннее патчи у тебя должны быть. И я не понимаю, когда я вижу девочек, там, 20-летних, которые там носят патчи, потом «Ой, у меня разглазилась морщинка моя!» Какая морщинка! Я всегда говорю, так же, как и моя мама, в 20 лет какие морщины, там, молочная красота. Там чисто подчеркнуть какие-то достоинства, подчеркнуть молодость именно декоративкой и всё. Ну, в общем, ладно, скажите, вы, Аня, будешь учить всё вот это вот, доказывать своей дочери, да? Да, да, девочки, буду, буду, не буду совершать с ней своих ошибок, да? В общем-то, и да, патчики, они всё равно незначительно, но разглаживают мимические морщинки, когда вам затреть, например, да? Что-то хотела сказать деликатным возрастом, просто прикусила язык, серьёзно. Да, морщины не уберёшь, процесс старения неизбежен, но стареть можно красиво. Хотите увидеть, как Алиночка у нас развлекается? Вот так. У нас примерка платьев, нарядов, это мы всё любим. Алиночка, Алина, кто будет убираться? Кто порядок будет в полке наводить, Алина? Вот ещё мы любим воду повыплёвывать, пить из бутылочки, выплёвывать, потом размазывать её везде и всюду. Вот такие у нас будни. Да, а ботинки принести, это вообще святое для нас. Помирить, походить, попорсить. Как Вероника никакой не скажет. И поэтому мы будем ещё скучать, должны скучать. Это же счастливое время. Поднимаем жизненный тонус после прогулки. Всё, нет вообще никаких. Кофеёк эксклюзивно ваше здоровье, only. У меня там скатерть разудренная, что ли. Ну дети, ну вы же дети, вы же не котята, не щенки какие-то. У меня здесь одеялка такая розовенькая, поросячья, мимимишная. Я могу вот так вот накинуть и быть прям совсем мимимишной. Ну, мне кажется, вот эта пижамка, она очень даже ничего сексуально смотрится. Так, 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 надо что-то сделать с волосами. Хотя пора щасаться, да? Ну, скажите мне, пожалуйста, после прогулки улучшается цвет лица или нет? Мне кажется, результат очевиден. Вообще меняешься, да, преображаешься. И, конечно, находясь в декрете, я узнала, что такое прогулки. Всё равно вот как-то работала так интенсивно, так часто и так долго. Я не гуляла, что и говорить. Единственное, вот эти вот перебежки от работы домой. На работу меня возил всегда муж. А теперь выйду на работу, тоже возвращаться вот он в машине. Потому что трёх детей надо тоже за собой вылочить. Чуко-бабушкинский, да? Ладно, сейчас сделаем. Надо начинать снимать мукбанги, да? Привыкать, так скажем. Вот он, чуко-пай, какой аромат. И укусить я его могу, это супер. Но всё равно кусаю очень осторожно. Ради этого стоит прогуляться и уложить ребёнка. Это точно. Я хочу консилеры немножечко нанести под глазки ко мне. Потому что сейчас папа должен приехать. Ну, я не люблю, знаете, расстраивать родителей своим там неопрятным каким-то видом, да? В любом случае, родители посмотрят на своего ребёнка, который хорошо выглядит, да? И порадуются. Зачем? Зачем лишние переживания? Так как-то небрежно я, да? Растянула прямо у вас под глазами. Ну, вот такой вот или такой. Внешний вид такой вот или такой. Такой или такой. И у меня в последнее время прёт на розовые помады. Ну, в общем, весна или барбешность какая-то в одном месте играет. Ой, птичка весенняя, как Фойота, обалдеть. Сделаем губки попухлее. Вуаля. У меня бальзамчик на губах был, и контур лёг так вот, знаете, расплылся, как помадка. В общем, то, что нужно. Я готова к встрече. Ну, всё, чука-пай доела. Теперь довольна до невозможности. Чука такой, но с картошкой. Что случилось? Вроде бы не пила вчера. Наверное, или не помню. Так, мои дорогие, у меня на канале идёт активная дискуссия по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции. Я слежу за вот этими вот общениями, да, под моим прошлым влогом. Я ссылочку прикреплю в описании этого ролика. Обязательно заходите, участвуйте. Мне очень нравится, что на моём канале люди могут открыто высказать своё мнение, несмотря ни на что, да. Но я единственное, что я слежу за тем, ну, такой некий модератор, чтобы не переходили на личности, на оскорбления. Если что-то мне не нравится, я сразу удаляю, либо кидаю в бан. Поэтому, девочки, я не хочу не расстраивать ни своего подписчика, ни своего зрителя, ни своих родителей, ни себя. Ну, я думаю, что вы в курсе. А во-вторых, я хочу поднять такую тему у себя здесь на канале. Я смотрю, Элечка поднимала уже эту тему по поводу новшеств на Ютьюбе. Новшеств, новшеств. Я репетировала, честно, чтобы правильно сказать это слово. И Ютьюб. Я знаю, что вас раздражает, там, мне нравится. Я знаю, что правильно говорить Ютьюб, наверное, более как-то уху комфортнее, да, всё это дело слышать. Но я буду не я, если я не назову Ютьюб. Я знаю, когда говорить Ютьюб, а когда говорить Ютьюб. Новый год наступил, да, он уже продолжается активно. И Ютьюб, как обычно, как всегда, вводит какие-то свои инновации, новые новшества. И этот ролик будет очень интересно посмотреть начинающим блогерам, в том числе блогерам, которым некогда копаться в какой-то подробной информации, которые узнают всё от других блогеров. Ну, я такая же. В общем-то, и, может быть, вы почерпнёте какую-то толику полезной, интересной информации. Дело в том, что Ютьюб в этом году вводит налоги, налогообложения на доход. И мне столько поступило вопросов от маленьких блогеров. Я так называю вот этих блогеров. Я ни в коем случае над ними не смеюсь, не оскорбляю. Я сама года три, наверное, была таким блогером. То есть мне пишут блогеры, которые стремятся набрать монетизацию. То есть они стремятся набрать тысячу подписчиков, стремятся набрать минуты просмотров и всё-таки начать получать доход на Ютьюбе. И им тоже пришло это письмо о том, что Ютьюб вводит налогообложения. И они в шоке. И они мне пишут, что же делать, может быть, забросить. И так там какие-то копейки. И вот снимают эти копейки. Почему мне пишут? Потому что очень многие девочки начали заниматься блогингом под моим вдохновением. То есть под вдохновением мной. Под моим благословением, если хотите. Вот это вот налогообложение в размере 24%, это по умолчанию, если не заполнять налоговую декларацию. Вот этот процент, он вводится только для контента, который транслируется на территории США. То есть на территории России компания Google, она ничего не может сделать. Поэтому вот не знаю, сколько у вас просмотров именно из США идет. У меня это очень маленький процент, меньше 1%. И как бы я особо и не расстроилась. Если же заполнить налоговую декларацию здесь, прямо на Ютьюбе, в Гугле, там будет такой пунктик, туда переходите, заполняйте. То вот этот процент будет составлять всего лишь 17-13%. Очень маленькая сумма, поэтому, мои дорогие, не переживайте. Если вы получаете регулярный ежемесячный доход от монетизации на Ютьюбе, и этот доход более 100 долларов ежемесячно, это вот мой пример, да, то я вам советую все-таки оформиться как самозанятый человек. Все это делать очень просто. И огромнейшее спасибо Элечке, которая меня сподвигнула на все это тоже. В общем-то, все это делается в приложении в мобильном Сбербанк Онлайн. Там оформляетесь, есть такой пунктик. Все очень просто, потом подтверждение ждете. И я, да, на стадии подтверждения. Компания Google в данном случае является нашим работодателем, да. Она представляет нам возможность для заработка денег. И как и любой работодатель, у компании Google свои тараканы во голове, то, смотрите, был вот этот вот детский контент, да. Мы прям содрогнулись, все помните, в прошлом году. До этого был тонкий намек на взрослый контент, 18 плюс видео, мы помечаем. Сейчас очень строго с матершинностью вот этой вот на Ютьюбе. Там, не дай бог, там какая-то проверяющая программа найдет какое-то матерное слово. Все, страйк, но это, в общем, я не знаю, на ком это работает, потому что кто матерился, как матерился, так и матерятся. В общем-то, а мы что делаем? Мы подстраиваемся, да, как бы, голь на выдумке хитрая. Просто так деньги не даются нигде, ни на одной работе. Даже 10 рублей вам бесплатно никто никогда не даст, если только родители или родственники в определенных случаях. И то под большим знаком вопроса. Ютьюб-блогер – это сложная, напряженная, сочетанная работа, которая заключает в себе, как говорится, все в одном флаконе. Сценарист, режиссер, видеооператор, монтажер. Плюс проработка какой-то постоянной документации, входящих писем, отфильтровывание, общение без конца, все время на чеку. Плюс какие-то правовые аспекты, знаете, там, как вывести деньги, там, чего, сколько налогов заплатить, куда обратиться, как бы не своровали канал. Что напишут зрители – это вообще отдельная история, и это психологический аспект, который не каждый может преодолеть. А если ты берешь рекламу, да, от каких-то рекламодателей, то товар сопровождает очень сложное творческое задание. Ты над этим заданием работаешь 2-3-4 дня, потом отправляешь все это дело на согласование, и 99% – что что-то не понравится, какое-то слово. А как ты выглядишь, что там на заднем фоне, орут или не орут дети. Техника, компьютеры, время, нервы. Очень много родителей, дети которых хотят стать блогерами. Так вот, мои дорогие, если ваши дети хотят стать блогерами, если у них есть такое рвение, дайте им эту возможность. Предоставьте ему телефон, дайте ему все необходимое, да, ну, по вашей ситуации, по вашей возможности. Потому что YouTube-блогинг – это замечательное времяпровождение для ребенка, это полезное времяпровождение, это невероятный тренинг и мозгов, и нервной системы. Это невероятное хобби, полезное, которое развивает многие направления, да, в личности ребенка. Ребенок научится разговаривать, в конце концов, а не только пялится в телевизор, не только просматривает чужие блоги, да, он научится создавать интересный контент, который в будущем, если его зацепят, вот это все, будет приносить ребенку свои личные деньги. Я считаю, что это лучшее, что придумано цивилизацией для ребенка. Так, это были мысли на сегодня, которыми я хотела бы с вами поделиться. А сейчас я покажу вам два заказика iHerb, смотрите, одна коробка, вторая коробка. И не забывайте про супер-мега-пупер-акцию, про супер-секретик. При оформлении заказа сегодня днем, вечером, в ночь и завтра до 10 выводите сначала мой промокод APM7563, потом SPRING12 именно в этой последовательности. Вы обалдете от скидки. Ну и, конечно, не забывайте, что вы потом напишите отзывы на продукты, которые попробовали, которые поюзали, и получите по доллару на каждый продукт в свой личный кабинет. Вот, ядерница заказала вот такой вот крем для рук, это Брэд О. Кефис, Working Hand. В общем-то, написано, что это лучший крем для рук в Америке, number one. Вот, посмотрите, она заказала две упаковочки, здесь нормальные такие объемчики по 100 граммов. Я, конечно, тоже буду присматриваться, пока себе не взяла, но у меня руки, конечно, очень-очень сейчас страдают. Знаете, посуда, весна, вот эта вот погрешность в питании из-за брекетов. Все равно кушаешь не так в обычной жизни, да, поэтому кожа страдает. Да, и девочка знакомая сказала, что вот, типа, помажешь на ночь вот этим кремом ручки, и утром крем продолжает работать, есть отдаленный пролонгированный эффект. И вы, наверное, знаете, что iHerb, вот этот интернет-магазин, знаменит на весь мир именно своими БАДами, которые имеют все необходимые сертификаты. Витамин С взяла в дозировке 1000 миллиграмм, на определенные БАДы всегда невероятные скидки. По-моему, по-добной витамин С можно было заказать то ли за 80 рублей, то ли за 150 рублей. Я уже потерялась, запуталась, но такое действительно было для сердечников. Вот такая вот добавка. Я заказывала уже такую добавку своей маме, заказала и другой маме. Здесь, знаете, что в составе ниацин, витамин В6, фалата, витамин В12, кальций, магний, селен, калий. То есть не нужно, да, для нормальной жизнедеятельности сердечко. Еще один витамин С в заказе. Была акция «Совместная покупка» либо что-то еще, поэтому и урвала так много. Другой маме заказала коэнзим Q10. Это из новинок, это тоже для поддержания нормальной жизнедеятельности. Сердечко принимается по одной капсуле один раз в день, вне зависимости от приема пищи. И потом, мама, будем ждать отзывы. Калий, тоже для родителей, бренд Natur's Way. И от этого бренда много чего брала, отлично все. Внутивы взяла вот такое вот кокосовое масло со вкусом сливочного. Девочки писали отзывы, там где-то в блоге у кого-то подсмотрела, что картошку жарить просто пальчики оближешь на такой же токе. Полностью органический продукт, и у нас жарко. Видите, масло растопилось. Еле размотала сейчас упаковочные вот эти вот обертки. Это что-то с чем-то. Walden Farms, вот такой соус азиатский. Я так полагаю, что он будет спайси, такой остренький, такой пряный. И он для маринадов каких-то, да, мясных, там, мяско-курочку. Можно даже в рыбку, вайнот, как говорится. Вот зубные щетки. Ой, такая была смешная цена на них. Вот такой вот бренд. И смотрите, еще такая travel-версия, да, такие упаковочки. И в комплекте зубная нить. Я великий поглотитель зубных нитей. Сейчас прямо открою, и мне нужна срочно зубная нить. Вот такой ополаскиватель для полустирта. Натуральный донтист, да, с содержанием алоэ вера. Для тесен, короче, полезный. Для освежения дыхания. И ополаскивателем я сейчас пользуюсь тоже очень активно. У меня вот такая двоечка. Это яблочный уксус для волос. Интересный такой флакончик. Удобно будет им пользоваться, да. Конечно, все протестирую. Вы знаете мою озабоченность. По уходу за волосами. Последнее время, да. И заказала для скальпа скраб. Представляете, вот по акции. Пробная цена. За 70 рублей заказала пачку антибактериальных, антимикробных, антивирусных, влажных салфеток. Калий в заказе вот такой. Это уже другой бренд Now. Бренд тоже обалденный. Зубная паста Гималая Ботаника. Давно хотела попробовать. Она идет у нас с нимом и гранатом. Ну, для десен, там все дела. Девочки, обязательно не пропускайте мои пустые баночки. И там я делюсь прямо вот подробным мнением о том или ином продукте. В том числе сахер, в том числе про зубные пасты рассказываю. С чувством с толком с расстановкой. Поэтому, да, как-то так. Отдав, наконец-то заказала вот такую пенку для тела, да. С огурцом и зеленым чаем. У меня с огурцом и зеленым чаем есть антиперспирант такой твердый. Тельф были представлены на херпиновинке. Я взяла вот такие румяшки в оттенке watermelon. Watermelon это дыня, да. Да, поправьте мне, если что. Или арбуз. Что-то уже не помню. Так, и взяла вот такие вот тенюшки. Немножечко не моя раскладка по оттенкам. Я выбирала сначала другую палетку, но ее не было в наличии. Ну, понятно, самая ходовая. Ее сразу разобрали. Это палетка BerryBet. Тоже попробую. И по декоративке маме я заказала вот такие вот жидкие тени. Камера, конечно, не выдает вот этот вот shine, да, как я его называю. Это такой прям глиттер-глиттер. Глиттеров у меня предостаточно. Даже свой глиттер есть. Поэтому это все дело отправляется моей сестре, потому что, ну, мама по-любому, она не будет этим пользоваться. Кофе у нас кафе. Тестерс Чойс. Это смесь там разных обжарок. Мы заказываем третью упаковку подобного кофе. У нас был кофе французской обжарки. Был кофе какой-то другой обжарки. С зелеными вот здесь вот буквами. Девочки, это обалденный кофе. Да, сейчас у нас кофе с зелеными буквами. Он мягкий идет. Вот точно вспомнила. И даже я ловлю себя на мысли так же, как и мой муж, что мы не можем просто с удовольствием пить другой кофе. Допустим, у родителей. Свежесваренный, свежесмолотый кофе. Это другая песня, другая история. Но по-растворимому, девочки, вот этому кофе нет равных. Ну почему, у нас тоже же продается на скафе, скажете вы. Да, продается, но в банках совсем другое варево, понимаете. Другая смесь. Поэтому мы любим вот этот кофе и будем его долго заказывать, пока есть возможность. Такой вот у меня остался хаос. После съемок все буду убирать сейчас, разбирать вот эти вот заказики. Потом нужно будет сготовить, что-то сварить вкусненькое. А мы же делаем вам поснимать. Плюс еще отуметь, наконец-то, диваны, да, на твоих диванах. Ну и все. Оставляйте комментарии, какую-то активность, чтобы я знала, что я вам не безразлична. Моя деятельность, мое творчество для вас не безразлична. И совсем скоро мы с вами увидимся. Пока-пока.